Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги работы за год и рассказал о планах дальнейшей работы. В этом году обращение губернатора пошло под слоганом «Перемена то, что волнует людей». Началось обращение с блока экономики. Именно она больше всего пострадала во время пандемии в 2020 году. Спасибо всем нашим предпринимателям, бизнесу. В ковид им пришлось непросто, но они старались сохранить сотрудников и исправно платить налоги. Несмотря на коронавирус, в Подмосковье появилось около полутора тысяч новых компаний. Губернатор отметил важность регулярного диалога власти с бизнесом. Ключевое в развитии любого предприятия – это кадры. Андрей Воробьев получил инвестблок у Подмосковья, обратив внимание на их дефицит. Со своей стороны, как руководитель торгово-промышленной палаты, беру себе на карандаш то, что необходимо работать точечно здесь, на своей территории, и привлекать заинтересованных лиц, то есть инвесторов для нашего округа, что в дальнейшем это, конечно, налоги и рабочие места для наших жителей. Особое внимание уделялось и уделяется здравоохранению. Спасибо вам, все, кто в эти тяжелые дни, периоды, внес свою заметную лепту. Мы все прекрасно помним, как дети ждали дома родителей, живущих в гостиницах неделями, как самоотверженно трудились бригады скорой, строители, которые возводили госпитали. Следующей важной задачей стоит вакцинация. Губернатор подчеркнул, что в тех территориях, где жители активно делают прививки, снижается госпитализация. Губернатор озвучил планы строительства новых объектов. Четыре поликлиники откроются до конца года в Подмосковье и начнется строительство нового боличного комплекса в Ходькове. С этого месяца размер премии главному врачу в Подмосковье будет зависеть от количества жалоб и уровня смертности в муниципалитете. Это должно повысить качество оказания помощи на местах. В сфере ЖКХ губернатор поручил проверить и заменить все аварийное газовое оборудование на квартирных домах. Ведь любая неисправность — это угроза жизни людей. Также он отметил, что необходимо разобраться с жалобой жителей Подмосковья на квитанции по коммуналке, чтобы каждый житель знал, за что он платит. В сфере экологии Андрей Воробьев дал старт программе «Парки в лесу». В течение пяти лет в области создадут 50 обширных парков, учитывая при этом мнение жителей. Внутри каждого из них сделают пешеходные дорожки, скамейки, зоны барбекю и спортивные площадки. «Приятно чувствовать, что губернатор заботится о молодежи, что будут открыты новые парки, будут новые общественные пространства. Порядка 50 новых парков под Москвой будет. Я думаю, что это будет позитивно влиять на молодежь в целом, потому что мы же активный образ жизни». «Наша страна не раз доказывала, что крупную перемену к лучшему возможна. 60 лет назад наши конструкторы, легендарный Гагарин, открыл космическую эру и навсегда изменил мир. В 2020 году наши ученые сделали первую в мире вакцину от коронавируса, и теперь она спасает жизни миллионов людей в самых разных странах. Они обеспечили прорыв в своей области, а мы обязаны обеспечить его в своей. Каждый на своем месте». А в Сергиевом Посаде ждут отчеты главы Сергиева Посадского городского округа Михаила Токарева. Он состоится 29 апреля в 15.00 в ДК Гагарина. Прямую трансляцию смотрите на нашем телеканале. Артем Исаев, Антон Коврижных, программа «События». Прямую трансляцию смотрите на нашем телеканале.